МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Абдуллатипов успел сделать последнее кадровое назначение. Путин ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года. Я только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще. Из Казани домой золотыми медалями. Али Магометов и Арслан Бегтимиров лучшие в ушу Саньда. В Национальной библиотеке города Махачкалы состоялась встреча представителей трех конфессий республики. Главной темой обсуждения на мероприятии стала роль традиционных религиозных конфессий в противодействии идеологии экстремизма и терроризма. Тему продолжит Абдулла Алиев. С конца прошлого тысячелетия до сегодняшних дней терроризм является одной из главных проблем общества. Ряды запрещенных организаций в большинстве случаев пополняют именно представители молодежи, подавшиеся ложным убеждениям. Однако стоит отметить, что в Дагестане уже несколько лет отмечается спад экстремистских настроений. И все реже можно услышать, что где-то в республике проходят спецоперации. По сламу руководства Дакум Религии в этом весомая заслуга взаимодействующих друг с другом религиозных деятелей всех традиционных конфессий нашей республики. В результате вы сами видите отсутствие громких резонансов преступлений, актов, которые раньше имели место. В последние 4-5 лет практически отсутствуют в республике. Вот результат нашей совместной общей работы. Безусловно, большой работой на местах религиозных деятелей, имамов, богословов, алимов, которые складывают свою душу и сердце и прививают молодежи правильные знания в исламе. Открывая встречу, председатель Дакум Религии Магомед Абдурахманов поблагодарил всех представителей конфессии за работу по профилактике экстремизма в обществе. Далее он подчеркнул, что часть молодежи Дагестана, выехавшая воевать в Сирию, возвращается обратно на родину. В связи с чем он предложил заранее к этому подготовиться. Молодежь, которая выехала в Сирийскую Арабскую республику, они потихоньку возвращаются. И возвращаются они с той заразой, которую они распространяли до выезда туда. Поэтому здесь нам надо подготовиться и провести не только общественные такие мероприятия, то есть лекции. Уже, я думаю, совместно с нами, совместно, где вы работаете в муниципальных образованиях, есть замы по общественной безопасности, с ними уже вести хотя бы индивидуальную работу, с членами семи этих людей, которые заразились этой болезнью. Первый заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимулайф в своем выступлении отметил, что очень важно проводить подобные встречи в целях обмена опытом. Необходимо искать новые современные методы борьбы с сложными идеологами и негативными явлениями в обществе. На уровне современности, на уровне подготовленности нашего населения мы должны разговаривать, должны находить ключи. Если мы видим, что совместный метод уже неэффективен, мы уже должны выходить на другой уровень. На видеоматериалы, аудиоматериалы, обращения какие-нибудь. Здесь нужно ключ подобрать. Как объяснить этому молодому человеку, что терроризм – это зло, алкоголь – это зло, наркомания – это зло. Ключ нужно подобрать. Один не подошел, другой попробуйте. То есть здесь, в этом направлении нам расслабляться нельзя. Все религии объединяют запрет на убийство и запугивание людей. Именно поэтому представители конфессии едины в мнении, что только совместная работа в плане духовного просвещения убережет население от пагубных явлений. Экстремизм и терроризм – это проблемы всего общества, с которыми нельзя разобраться по отдельности, без совместных усилий всех жителей нашей республики, вне зависимости от национальности и конфессии. И самым действенным решением этой проблемы, по мнению всех религиозных лидеров, является духовное просвещение с использованием для этого всех современных методов. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Основные кандидаты объявят о своих планах в конце ноября – начале декабря. Вопрос российскому лидеру от модератора дискуссии звучал так. А вы уже решили, против кого вы будете баллотироваться? Потому что все пытаются, так сказать, для себя вычислить это. Нет, я не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще. Как отметил Путин, по закону в конце ноября – начале декабря должна быть объявлена президентская кампания. Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут. Публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы. Пояснил президент. Ход работы в детском садике «Планета детства» проинспектировал депутат Государственной Думы Гаджамет Сафралиев. Садик отличается своей масштабностью и разнообразием предлагаемых учебных дисциплин. Игра на пианино, гимнастика, обучение бисероплетению. Направление в жизни дети могут выбрать с самого детства. К примеру, географию преподаватели пытаются преподносить детям образа и красочно. Гаджамет Сафралиев отметил, что в учреждении соблюдаются все правила, а для детей созданы лучшие условия. Вот этих, увидели мы, этих детей, которых правильно обучают, правильно воспитывают, правильно кормят. Понимаете, это же очень здорово. А у нас мы сейчас уже постепенно, Махачкала становится уже мегаполисом. Ушедший в отставку Рамазан Абдулатипов одним из последних своих указов создал Комитет по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции Республики Дагестан. Образовать Комитет по виноградарству, производству и отбору алкогольной и спиртосодержащей продукции Республики Дагестан, передав ему функции Министерства сельского хозяйства и продовольствия в сфере виноградарства, производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, говорится в тексте указа. Руководителем Комитета назначен Шуайбов Гайдар Абдулатипович, работавший заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан с октября 2013 До этого Шуайбов работал с 2000 по 2013 годы начальником отдела квотирования и декларирования спирта и алкогольной продукции Комитета правительства Республики Дагестан по виноградарству и алкогольной промышленности «Дагвино» с заместителем председателя Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка Республики Дагестан «Дагвино». Ну а теперь дайджест от Ларьяны Шамхалаевой. Дагестанцы смогут приобрести билеты на самолет по цене 499 рублей в период с 4 по 6 октября. Билеты по минимальному тарифу доступны для рейсов с вылетом с 29 октября текущего года до 24 марта следующего. Снижение минимальной стоимости билета стало возможным благодаря новым правилам провоза багажа. Первый фестиваль уличной еды пройдет в Махачкале. Меню обещанное организаторами – бургеры из мраморной говядины, китайская лапша, венские и гонконгские вафли, паста, приготовленная в головке сыра пармезан. Мероприятие состоится 7 и 8 октября на площадке перед рестораном Тао, проспект Расулагамзатова. Список единого реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора будет сокращен в два раза к ноябрю. По словам представителя надзорного ведомства, из реестра удалят повторяющиеся ресурсы. Россия и Турция могут подписать соглашение по импорту томатов до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, поставки томатов из Турции в Россию могут начаться в 2018 году. Турция, в свою очередь, выразила готовность получать от России мясо. Двое махачкалинцев Али Магомедов и Арслан Бектемиров стали обладателями золотых медалей чемпионата мира по Ушу Саньда. Соревнования завершились минувшей ночью в Казани. Оба представителя сборной России в решающих поединках победили атлетов из Южной Кореи. Выступивший в весе до 60 килограммов Али Магомедов на пути к финалу провел 4 успешных боя. Золотая медаль на мировом первенстве для спортсмена уже стала второй в карьере. В категории до 80 килограммов не было равных Арслан Бектемирову. Оба Ушу Сандаиста являются воспитанниками столичного спортклуба Возрождений и заслуженного тренера России Багаудина Чаптиева. Помимо них, из дагестанцев награды чемпионата мира удостоился Исмаил Алиев, завоевавший бронзу в весе до 75 килограммов. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 57 рублей 78 копеек, евро 67 рублей 93 копейки. Еще больше новостей вы сможете узнать на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова